Всем привет, меня зовут Михаил Пименов, я являюсь директором разработки образовательных программ факультета игровой индустрии и киберспорта университета Синергия. Прямо сейчас я нахожусь в гостях у нашего партнера, студии разработчика игр Black Caviar Games. Но это случилось далеко не сразу, потому что изначально мои оба высших образования, они совершенно о другом, а не по другой стезе, в частности, я достаточно долгое время работал по второму высшему образованию, по лингвистическому, работал в дипломатической сфере, работал с разными делегациями, в том числе и министерскими, на таких событиях и мероприятиях, как АТЭС, АНОК, ну и других, в общем-то, разных саммитах, форумах и так далее. Есть такое высказывание одного из философов, найдешь свое увлечение, свое призвание, то тебе никогда не придется работать. С этим можно поспорить, потому что работать все-таки приходится и много, но это та работа, та деятельность, которая доставляет тебе невероятное удовольствие, это то, что ты делаешь, оно в итоге имеет понятную цель, понятное значение и понятный вклад в целом для игровой индустрии. Удается ли играть в игры? Я продолжаю это делать, я продолжаю следить за новинками, которые выходят, но в основном это AAA, это консоли, в частности, последнего поколения. Если говорить обо мне, то я приверженец все-таки PlayStation, и сейчас стараюсь смотреть, что выходит на пятый, например, какие современные технологии применяются в играх, как работает та же трассировка лучей, как она реализована, как работают разные решения, на которые в целом ориентируется индустрия. Иногда получается играть в проекты поменьше, в частности, не так давно мы с Black Cavie Games проводили Game Jam, и на нем было очень много проектов, больше 130 в общей сложности, и отсмотреть 134 проекта, это, конечно, сильная история. Хочу отметить, что были сильные проекты, были сильные команды, и были такие уверенные игры, которые хотелось бы увидеть уже на релизе в Steam или на других платформах. Было невероятно интересно, но было и непросто, потому что мы долго оптимизировали систему оценки, у нас было много споров, у нас было не то, чтобы много времени на это все, но нам это удалось. В этом году, я уверен, мы еще раз будем проводить подобный Game Jam, потому что это история, которая мотивирует, во-первых, многих людей приходить в игровую индустрию, делать первый шаг, попробовать свои силы в игровой разработке, ну и получить за это ценные призы в виде грантов, в виде, в том числе и денежных призов, и других приятных полезных вещей от партнеров, которые помогают запускать свои игровые проекты в дальнейшем. Если мы говорим о книге «Наша игра», которая вышла в 2018 году, то в конце 2018 года, то эта история все еще продолжается, потому что наша индустрия за это время достаточно сильно поменялась, в ней произошло много новых событий, и более того, к нынешнему моменту у нашей игры порядка 10 тысяч проданных экземпляров, как в электронном, так и в физическом виде, и сейчас к выпуску готовится уже четвертое издание, оно будет, наверное, последним, потому что мы хотим окончательно привести книгу в тот вид, в котором нам бы хотелось ее видеть. То есть мы добавим иллюстрации, мы добавим больше контента в плане комментариев от экспертов из игровой индустрии, ну и опишем те события, которые сейчас актуальны на момент 2021 года. По большому счету с этим вопросом сталкивался я сам еще до того, как мы создали факультет игровой индустрии, киберспорта еще до его появления. На самом деле это частый вопрос, потому что много людей хочет попасть в геймдев, хочет начать заниматься разработкой, либо работать в каких-то крупных компаниях, но не знает, как это сделать. На данный момент существует несколько путей, как это сделать, тем более сегодня порог входа в игровую индустрию сильно ниже, а раньше у людей не было понимания, что это три программиста, которые где-то творят какую-то алхимию и некромантию. Сейчас игровая индустрия стала шире, нужны специалисты из смежных специальностей, гораздо больше профилей, которые могут к ней присоединиться, и людей, которые в ней стали востребованы. Самая понятная история – это пойти получать профильное образование, потому что образование – это систематизация накопленных знаний, ну и, соответственно, опыт и экспертизы людей, которые в нашем случае – это все еще действующие практики, которые занимаются либо управлением, либо разработкой, либо так или иначе работают по своей стезе, продолжают работать и продолжают быть частью игровой индустрии. Это способ, который позволяет избежать частых ошибок, это способ, который позволяет за меньшие сроки времени освоить прикладные навыки. Приведу примеры, как мы подходим со своей стороны к практикоориентированному образованию. У нас, например, в прошлом году запускался проект Synergy Sports League, это киберспортивная лига, которая была открытой, в ней могли поучаствовать все желающие, и общий призовой фонд там был свыше 50 миллионов рублей за два сезона. Большую часть этого фонда составляли образовательные гранты, а также призы от наших партнеров разные клавиатуры, гарнитуры, PlayStation, игровые кресла и так далее. И, кстати говоря, Blackavia Games тоже в этом активно участвовала, за что вам большое спасибо. Ну а мы, в свою очередь, участвовали в Blackavia Games Jam. Наши ребята на этом проекте работали. Это история, где люди также объединялись в команды, разрабатывали свои игры за короткий промежуток времени, ну и, в общем-то, пробовали свои силы уже в игровой разработке. Более того, благодаря таким проектам прямо на наших глазах уже растет достойная смена. Ребята, которые активнее всего участвовали, участвовали в этих проектах, активнее всего участвовали в жизни факультета. У нас есть живой пример, когда несколько человек уже являются полноценными сотрудниками факультета, входят в состав проектной команды, у них идет стаж, у них идет официальное оформление, и они являются полноценными сотрудниками, полноценными членами нашей команды. Ну, прежде всего, нужно иметь большое желание и не бояться пробовать, потому что, как я и говорил, сейчас существует множество возможностей, можно участвовать в игровых джемах, можно находить единомышленников и вместе пытаться создавать игровые проекты. Сейчас движки практически ничего не стоят, сейчас есть множество ассетов, сейчас есть визуальный скриптинг и еще ряд подходов, которые позволяют пробовать самые-самые разные возможности. Все, снято? Да, классно.